Приветствую вас. Условно, вашу ситуацию, ваш феномик, как вы говорите, можно назвать так. В потребности. То есть вы разошлись с человеком, вы не хотели с этим человеком терять связь и, собственно, думали, что если он к вам захочет вернуться, то вы просто-напросто, да, как бы дадите ему оборот-товорот. Потому что вам это будет уже неинтересно. И вы не хотели, чтобы эта ситуация происходила, потому что, по сути, что бы это тогда было? Было тогда следующее, что вы, как бы, теряете, вот, по сути, да, вы теряете то, что этот человек вам, ну, например, мог бы дать. Вы это потеряли бы и вы понимаете, что ваша жизнь, возможно, стала беднее, беднее бы из-за этого. То есть смотрите, это такой вот, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ обычно, обычно люди не могут забыть кого-то, не могут отпустить кого-то, а у вас ситуация происходит точно всего наоборот, что вы отпустите человека можете, а вот потом вы боитесь, что он к вам рнется, а вам это уже будет не надо, то есть вы боитесь таким образом объединить свою жизнь. И надо сказать, что связано это именно с тем, что без людей, без мужчины, например, ну, в частности, без мужчины, вы, по сути дела, не чувствуете себя, возможно, полностью живущей, не чувствуете себя, возможно, как-то вот наполненной, да, и из-за этого, как раз таки, из-за этого вы и не хотели бы, чтобы у вас подобное происходило, то есть, говорят такую интересную сказу, что сознание вас не отпускает, а вы называете механизм, который не позволяет вам жить дальше, потому что вы полагаете, что этот человек к вам вернется, а вы не сможете его принять. И здесь только можно говорить о том, например, например, можно говорить о том, почему вы, во-первых, готовы человека принять, а то есть, ну вот, казалось бы, если вы, там, например, расстались, допустим, если вы расстались, то, соответственно, ну, казалось бы, вот, казалось бы, вы расстались, да, а зачем человека принимать обратно, особенно если это не решит проблем, ну, например, проблемы ваши, или, например, проблемы ваших отношений, допустим, то есть, вот это, на мой взгляд, такой очень серьезный момент, и говорит он о том, как вы ставите себя в отношениях с мужчинами, как вы себя позиционируете в них, потому что, ну, складывается такое впечатление, что вы недостаточно независимы, недостаточно равноправны, то есть, вам хватает защитного механизма для того, чтобы, например, расстаться с человеком, с которым у вас отношения себя и жизнь, допустим, но при этом, при этом, вот на протяжении, на протяжении более продолжительного времени, вам явно тяжело удерживать вот этот вот, этот настрой, такой вот, карельный настрой, да, когда вы понимаете, что человек вам не нужен больше. Вот, собственно, об этом и я вам говорю. И вам на самом деле это не глупость, это действительно так, вам нужно, во-первых, понять для себя, осознать, чем вызвана такая вот потребность, надеяться на то, что мужчина к вам вернется и более ценностно к себе относиться, учиться более ценностно к себе относиться для того, чтобы, ну, во-первых, если даже такие ситуации и будут происходить в вашей жизни, то чтобы они вам не были во вред, чтобы они вам не мешали, чтобы они, ну, не заставляли вас тратить свое время впустую, как вы сами говорите. Вот. И поскольку подобное у вас происходит не с первым мужчиной, а вот сейчас с вторым, то, соответственно, здесь можно вести речь о сынастном поведении, о поведении, которое вы, возможно, сами в некоторой степени не осознаете. И чтобы вы его осознавали, чтобы вы, чтобы вы поняли вот как раз, что с вами происходит, и чем продиктована подобная ваша модель поведения, нужно разбирать все ваши отношения с мужчинами, в том числе и отношения с родственниками, с родными, вот, и, ну, то есть, семья, детско-родительские отношения, и прорабатывать вашу, например, модель женского поведения и образ того мужчины, который вам, ну, например, нужен рядом с вами, вам по вашему мнению. Это вот очень важный аспект, который, на мой взгляд, необходимо проработать. И тогда подобное не будет вас ни в коем случае беспокоить. Просто потому, что вы поймете себя, раз и навсегда, когда вы поймете, что если мужчина, например, от вас шел, или если мужчина, например, вас там покинул, вас бросил, или отношения с ним скончились, то интерес, о котором вы говорите, он не пропадет, если это действительно любовь, если это действительно настоящие чувства. И самое главное, что если такой мужчина вернется к вам, то он, вы знаете, он будет осознавать свои ошибки. И осознав свои ошибки, он, как раз таки, уже не будет себя вот так вести, он будет вести себя по-другому с вами. И вы так сами увидите все его изменения. А увидев его изменения, вы просто напрот, естественным путем придете к тому, что или будете с ним, например, или не будете. Но вот то, что вам движет, это потребность, определенная потребность. Может быть, не желание остаться одной, может быть, страх всего, может быть, не умение удовлетворять свои потребности какие-то. Вот. И я здесь не про секс, естественно, говорю. Вот. То есть с этим нужно разбираться. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...